Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет, и сегодня мы вспоминаем преподобного Иова Почаевского. О нем сказано, что он высиял как заря, только не на востоке, а на западе, потому что он действительно жил на западных территориях российского отечества, но тогда ситуация была очень сложная, те места они больше польско-литовским державам принадлежали, и вот преподобный Иов Почаевский, это невероятно, он прожил сто лет, для того времени это считалось невероятно много, при Иване Грозном он родился, при Алексее Михайловиче он умер, то есть с 1551 по 1651 год, вот сто лет и ни одного года, ни одного дня напрасно, все было посвящено Господу Богу, он происходил из такого рода с фамилией Железо, в рождении Иоанн, Иоанн Железо его звали, и вот такая, наверное тоже необычная очень черта, он в монастырь уходит в десять лет, то есть вот вы не поверите, представьте себе маленького, десятилетнего мальчика, который оставляет родители и направляется в монастырь, в Угорницкий монастырь, тоже западноукраинские территории, и приходит туда и его принимают, то есть его не прогоняют, его берут, а постригает его, знаете во сколько, в 12 лет, в 12-летнем возрасте он становится монахом, тоже какое-то просто вот исключительное такое действие, потому что понятно, что дети обычно вот если даже они загораются каким-то желанием, то потом быстро потухают, угасают, поэтому нельзя вот так быстро доверять детским решениям, но здесь было что-то иное, и вот о нем известно, что он жил как ангел, то есть не просто детская невинность, чистота, а именно какая-то вот ангельская святость с самого детства, то есть он любил Бога, стремился только к Богу и ничего иного не хотел, и вот преподобный Иов, он с детства стремился к исихии, такому безмолвию, внутреннему молитвенному подвигу, и он не знал, что на самом деле вся его жизнь, она пройдет среди вот этих вот треволнений мира сего, как только вот он возрастает, его уже рукополагает священный сан, а это какие времена? Это времена, когда на западноукраинских территориях начинает распространяться и католичество, то есть там приезжают иезуиты, они пытаются проповедовать подчинение римскому папе, там же вскоре распространяется протестантизм, то есть Украина, она оказывается как бы раздираема какими-то такими еретическими, раскольническими течениями, и вот преподобный Иов, он с юных лет выступает как исповедник православия, как такой вот ученый, в том числе монах, потому что он был обучен грамоте, и даже сохранились некоторые его сочинения, и его благочестивая жизнь, она привлекала к нему остальных людей, и достаточно быстро люди начинают узнавать в нем угодника Божия, все собираются, а тут он познакомился с Константином Острожским, а кто такой Константин Острожский? Это тоже, можно сказать, исповедник православия, который жил вот на западноукраинских территориях, Волынь, там и другие места, был воеводой, и формально вообще эти территории, они принадлежали тоже вот Польше, Литва влияла, ну там, как бы можно сказать, с одного времени это единое было государство, польско-литовское, и хотя Константин Острожский участвовал в том числе и в Ливонской войне, то есть против Ивана Грозного, получается как бы столкновение с российским государством, но на своих землях он строго хранил православие, и он искал ученых, просвещенных людей, а также людей глубоко благочестивых, и вот именно Константин Острожский знакомится с преподобным Иовом Почаевским, и он его и спрашивает у игумена, вот монастыря, в котором он находился, чтобы отпустил его в Дубинский монастырь, крестовозвиженский Дубинский монастырь, который хотел укрепить князь Острожский, и туда приезжает отец Иов и становится там игуменом, и вот 20 лет он созидает эту обитель, он утверждает там общежительный монастырь с таким строгим достаточно уставом, и есть такое предание, что сам князь Константин Острожский на первой седмице Великого Поста, тоже оставляя мирские дела, приезжал именно туда, снимал княжеские одежды, одевал простую иноческую рясу, ему благословлялось вот так вот молиться, проводить дни в покаянии, строгом посте, в богослужениях, и вот именно преподобный Иов, он был старцем и духовником с молодых лет своей жизни, потому что духовно он возрос до этого. Вообще с какого-то времени преподобный Иов, он принял Великую Схиму и носил опять имя Иоанн, вот была такая традиция, что с каким именем родился, то после монашества Малой Схимы, Великую Схиму принимали с тем же самым именем, как бы для смирения человека, и окончил он жизнь уже с именем опять-таки Иоанн. Вот, к сожалению, нет точных сведений, в каком году именно он принял Схиму, но для нас он сохранился именно как Иов, вот с таким именем преподобный Иов, в каком-то смысле как бы отражение Иова многострадального из Ветхого Завета, потому что самому преподобному Иову Почаевскому пришлось тоже очень много страдать. Он наблюдал действия вот этой вот Брестской унии, когда многие священнослужители, епископы, многие монахи, они приняли католицизм, уступая политическому давлению, приняли Папу Римского, и вот возникает уния. Уния – это что такое? Когда формально традиции все те же самые остаются, формально все те же самые облачения, но по существу догматы исповедания веры становятся уже католическим, и в этом предательство. А преподобный Иов был строгим исповедником православия, он благословлял тех, кто мог трудиться в защиту православия, он благословил князя Константина Острожского на книгопечатание, но Острожский сам это прекрасно понимал, вот знаете, что первопечатник в России кто был? Диакон Иван Федоров, и он успел напечатать апостол в России, однако возникли огромные сложности на Руси для Ивана Федорова, и даже не от Ивана Грозного, а от разных начальственных лиц, и некоторые священники, к сожалению, не понимали, зачем надо печатать книги, и потом те, кто занимался переписыванием, рукописные книги, они как бы теряли доход из-за того, что появляется книгопечатание. В общем, диакон Иван Федоров вынужден был из России бежать, и он прибежал именно к Константину Острожскому, с тем они вместе устраивают типографию и публикуют полностью на славянском языке тексты Библии, это вот Острожская Библия, а также публиковались антикатолические произведения, и преподобный Иов был вот таким исповедником православия, причем его, как это ни странно, уважали даже поляки некоторые, и за его благочестие, за его строгую духовную жизнь, хотя он не поддерживал католицизм, не поддерживал протестантизм, но его уважал даже польский король Сигизмунд, и впоследствии даже, когда Почаевская Лавра, это уже после смерти преподобного Иова, какое-то время была в руках униатов, то очень хотели католики тоже прославить преподобного Иова в качестве своего святого, но Папа Римский все-таки вынужден был возразить так, так как он, преподобный Иов, постоянно боролся против католицизма. Но сам преподобный Иов всей этой славы избегал. Он ведь искал безмолвного монашеского жития, он хотел всецело пребывать в молитве, а тут постоянно кто-то приходил за советом, ему приходилось проповедовать, с кем-то бороться. И вот после 20 лет игуменства в Крестовоздвиженском монастыре он уходит на Почаевскую гору. А тут надо понять, просто все сразу думают, что вот она, Почаевская Лавра, туда ушел преподобный Иов. На самом деле там было, это было пустынное такое место, и всех этих церковных строений там не было, и всего лишь 8 монахов там жило. А приходит преподобный Иов, он как раз и думает, что я-то здесь буду тоже в таком уединении. И вот он трудится, старается обрести безмолвие, и там у него такая пещерка, каменная тесная пещерка, вот она до сих пор сохранилась, она, конечно, уже включена в такой храмовый комплекс, и туда многие спускаются, но в полные люди им туда очень тяжело на самом деле протиснуться. Вот я знаю, раньше была такая вот традиция, она может быть полусуеверная, что если какой-то человек там застревал, то считалось, что это его грехи, так сказать, вот не пускают, и тогда приглашали иеромонаха, чтобы он исповедовал этого человека, ну и тогда его уже вытаскивали оттуда. Хотя понятно, что если человек полный, то ему тяжело протиснуться через очень узкий вход. И вот представьте себе, что преподобный Иов в эту пещерку, ну видимо, он-то был как раз худой, он туда пролазил, и в полной тьме он молился, иногда он находился там до целой недели в таком уединенном молитвенном подвиге, в безмолвии, в тишине, для того, чтобы всецело сосредоточиться на внутреннем стремлении ко Господу. И именно там впоследствии тоже ученики созерцали свет, то есть преподобному Иову дано было в этом молитвенном делании сподобиться видение божественного нетварного света. Поэтому такое благодатное место, оно, конечно, стало привлекать других, и через несколько лет уже собралось очень много послушников, учеников, и они трудятся вместе с преподобным Иовом. Кстати, он сам старался везде показывать пример, он сам насадил сад, сам прививал деревья, он сам искапывал пруд, сам ставил плотины, чтобы вода там держалась. То есть преподобный Иов давал всецело пример личного труда, постоянного бдения, молитвы. Сохранилось также о его милосердии, о его кротком нраве, множество свидетельств. Вот когда уже обитель возрастала, то как-то он, обходя ночью постройки монастырские, увидел на монастырском гумне человека, который набирал в мешок пшеницу монастырскую. И тот не ожидал встретить преподобного Иова и замер от страха. А преподобный Иов, чтобы он не смущался, помог ему насыпать пшеницу в этот мешок и взвалил ему на плечи, но только наставил его, чтобы он все-таки старался больше так не поступать, потому что на страшном суде мы за все ответим. А вот этот человек, когда его преподобный Иов только увидел, он умолял, чтобы он никому не говорил, потому что он боялся, вот самое страшное, что он потеряет как бы доброе имя среди своих соседей. Но вот преподобный Иов говорит, что главное надо помнить о страшном суде грядущем. И он не стал этого человека наказывать. То есть вот такое было запредельное милосердие. И ради его кроткого и доброго нрава к нему располагаются благотворители. Но мы знаем, что Почаев – это такой центр тоже православия на Украине, и там стопа Божией Матери. Это еще с 1240 года, когда шло разорение от монгола татар, да, и Киев был разрушенным. Всюду храмы разоряли в силу вот этого стихийного нашествия. И молились два монаха на Почаевской горе, и они увидели Божью Матерь, которая тоже, воздев руки к небу, возносила молитвы к Богу. И стало ясно, что Пресвятая Богородица не покинет православный народ. И после этого Божья Матерь вознеслась к небу, а там, где она стояла, оказалась запечатленная стопа, правая ее стопа. И вот это место почитается как величайшая святыня. Оно тоже включено теперь вот в храм. Тогда это было открыто, и уже в конце жизни преподобного Иова там был как раз над этим местом устроен храм. Вначале в честь Святой Троицы, а потом через какое-то время переустроили, и он стал уже святоуспенским храмом. Вот те люди, которые рядом находили, они начинают поддерживать монастырь. И среди таковых была прежде всего Анна Гойская. Анна Гойская православная благотворительница и именно она, кстати, пожертвовала в монастырь чудотворную Почаевскую икону, тоже одну из главных святынь Почаевской лавры. Эту икону ей дал один греческий епископ, который проезжал через эти места. И вот она преподносит в дар Почаевскому обители, и перед этой иконой совершаются многочисленные чудеса. И люди получают исцеление. Преподобный Иов постоянно свидетель этих чудес и милости со стороны Божьей Матери. Потом еще тоже подтягиваются разные благотворители, и обитель укрепляется. Сходится множество монахов. И, кстати, преподобный Иов создает там тоже типографию, Почаевскую типографию, где публикует в том числе произведения, направленные для защиты православия от католицизма. Благотворители жертвуют угодья, земли и так далее, чтобы не было какого-либо недостатка у обители. И вот проходит небольшое время, когда вот эта вот Анна Гойская умирает, и ее наследник, внук или кто там он был, оказывается уже не православный человек. Его звали Анжей Фирлей. Он был протестант, кальвинист по исповеданию. И настолько он не любил православных, что начинает прикладывать огромные силы для фактически уничтожения Почаевского монастыря. И вот представьте себе, целых 25 лет он воюет против святой обители. И преподобный Иов вынужден все это претерпевать. То есть Фирлей поначалу отнимает угодья одно за другим. Ну а как он мог это аргументировать? Очень просто, что вот моя бабушка там вам надарила всего, а я-то наследник, поэтому я просто все это верну себе обратно. Отнимает угодья. Ну, они терпят. Потом он отнимает колодец вне обители. Рассуждали так, что если не будет воды, то монахи просто разойдутся. И тогда преподобный Иов с монахами, они роют колодец прямо внутри монастыря. А затем вот этот Фирлей, он идет вообще на крайний шаг. Он посылает своего слугу с таким вот воинским отрядом, и они нападают и разоряют изнутри монастырские строения, храм, отнимают священные ризы, богослужебные предметы, и в том числе отнимают почаевскую чудотворную икону Божьей Матери. Ну, и вот те, висевшие на цепочках, украшения, пожертвования, которые люди приносили иконе в честь благодарности за исцеление. То есть, братья и сестры, вот когда мы сейчас видим, что на Украине раскольники, разные там еретики, воюют против православной церкви, когда они отнимают тоже у нас некоторые храмы, то надо понять, что это не новое действие, что так было и раньше, и во времена преподобного Иова так тоже происходило. Поэтому молитесь именно преподобному Иову Почаевскому, чтобы он помог отстоять Украину в этой борьбе с раскольниками, еретиками, чтобы он не отдал святыни на поругание нечестивым. И надо сказать, что подлинные святыни, они, в общем-то, со временем вразумляют вот этих нечестивых людей, потому что что произошло у Ферлея? Он долго не отдавал эту икону. Видимо, он тоже рассуждал, раз вот там бабушка моя подарила ее, значит, я ее заберу обратно. И какое-то время она была там просто вот у него, а потом во время одного из пиров его жена, жена вот этого Ферлея, она облачила в священное облачение, а пир шумный, там пили, и вот они стали распивать алкогольные напитки из богослужебных сосудов. И вот эта супруга, Ферлея, она стала перед всеми хулить Божию Матерь, и тут произошло такое действие, вмешательство Божие, что она была наказана, и с ней произошло помешательство. И только когда Ферлей вернул Почаевскую икону, чудотворную икону обратно обители, супруга его получила исцеление. Вот так Господь вразумляет за кощунственные вот эти выпады, за то, что пытаются разорять обители. Какое-то время преподобный Иов даже пытался судиться, потому что 25 лет шли вот эти тяжбы, он вынужден был писать жалобы в суды, ездил там по конторам. То есть представьте, что вот молитвенник, которому всю жизнь хотелось именно посвятить себя безмолвному пустынническому жительству, ему для того, чтобы отстоять обитель монахов, которые туда приходили, и мирят, собиравшиеся на моление, ему приходилось ездить в том числе по судам. Но в конце концов, как это ни странно, Ферлей расположился к обители, вернул захваченные, хотя и не все, но вернул основные святыни, и уже более не притеснял эту обитель. Лишь под самый конец своей столетней жизни преподобный Иов обрел вот некоторый такой покой со стороны вот этих внешних чуждых сил, когда его уже особо не беспокоили, то есть Господь дает пройти через какой-то путь испытания, а потом дает и время некоего для отдыха, чтобы спокойно приготовиться к переходу в вечность. И уже когда ему 98 лет, он только тогда отказывается от игуменства, уже полностью уходит как бы на покой, а за неделю до смерти, до кончины, ему было открыто, что вот через 7 дней он перейдет в иной мир, и в день кончины он сам, будучи столетним старцем, ослужил в последний раз литургию, всем преподал благословение, со всеми простился и мирно перешел в вечность, где Господь его и ожидал. И вот проходит 8 лет. Преподобный Иов трижды является во сне киевскому митрополиту Дионисию, а тут, когда первый раз ему явилось, то он подумал, ну просто это сон. А преподобный Иов говорит, что пришло время открыть мои мощи. Потом второй раз он, митрополит тоже не обратил внимания, и вот только когда третий раз уже с угрозой наказания за непослушание, тогда митрополит прислушался, потому что это ведь мало совсем времени, 7-8 лет, это не тот срок, считал он, но раз Господь повелел, то, конечно же, прислушались и обрели мощи, они совершенно нетленные. И вот эти вот нетленные мощи, они по сей день предложены всем, кто желает. Множество чудес происходит, исцеление и бесноватые освобождаются от нечистых духов. И в 1659 году, когда вот это открытие мощей, получается прославление преподобного Иова, то это вот было в августе, уже как бы сентябрь наступал, и потом, ближе вот к празднику воздвижения, иегумен Досифей Почаевского монастыря, преемник преподобного Иова, он сильно разболелся, почти вот уже до смерти, и в то время там как раз гостила при этих торжествах одна благотворительница Домашевская. И вот в ночь перед воздвижением она вдруг услышала пение богослужебное, увидела за окном свет, и пригласила свою служанку Анну, чтобы та пошла, направила ее в храм, узнать, какое совершается богослужение, получается, прям в ночь совершается какое-то служение. Она поспешила в храм, вот эта служанка Анна, и вдруг что там увидела? Увидела самого преподобного Иова, который с двумя ангелами действительно совершает службу. Преподобный Иов обращается к ней, говорит, позови игумена, так ведь он же больной лежит при смерти, и преподобный Иов протягивает ей платок со святым миром, благовонным миром, и говорит, пойди передай ему. Но она действительно принимает вот эту вот вещественную святыню, которую преподобный Иов принес из невещественного мира, платок с миром. Спешит к игумену, тот тоже не сразу понял, не сразу открыл, игумен Досифей, но когда приложил к себе платок с миром, тут же исцелился, и потом он поспешил в храм, но уже не увидели преподобного Иова. То есть это было такое первое явное чудо, когда Господь показал, что святой Иов – это молитвенник наш, заступник, он может исходатайствовать от Бога исцеление, и что самое главное – он ходатай о сохранении православия на наших землях. Поэтому ныне, когда на Украине столько раздоров, мы, конечно, призваны всячески молиться именно преподобному Иову Почаевскому, и Господь нас не оставит. То есть эти все разделения со временем они пройдут. Они были во время земной жизни самого преподобного Иова, потом все это немножко так успокаивалось, это как бы борьба такая земная. Нам самое главное – принимать сторону именно преподобного Иова, то есть быть православными и никаких раскольников, никаких еретиков не принимать, не считать их за своих. Конечно, сама обитель, Почаевская лавра, она на какое-то время потом оказалась в руках униатов. И сами униаты, они тоже понимали, что вот Иов – это великий святой, хотя на какое-то время мощи его они закрыли такой железной решеткой, чтобы люди особо не подходили к нему, но сохранили свидетельство, что даже католики все-таки приходили и молились, и вот один католик, он даже написал такое произведение в знак благодарности за то, что получил исцеление от мощей преподобного Иова, и он пишет, что вот он благодарит за исцеление святого Иоанна Железа, то есть Иоанн – это имя Иова в схеме, а Железо – это его фамилия. Святой Иов был как Железо тверд в исповедании православия и как Железо тверд в своих аскетических подвигах. Вот постараемся ему молиться, чтобы Господь и нас укреплял, чтобы мы были стойки в православии, искренне в духовной жизни, и чтобы по молитвам преподобного Иова Господь все-таки явил столь чаемое единство, единение России, Украины и Беларуси. Храни вас Божие, дорогие братья и сестры, преподобни Отче наш Иове, моли Бога о нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok